Всем привет! Меня зовут Андрей и сегодня у нас будет обзор на аккумуляторную цепную пилу Makita Duk 356Z. Комплектация Z без аккумуляторов поставляется в картонной коробке и давайте поближе рассмотрим, что же мы видим на этой коробке. А на коробке мы видим фотографию самой пилы, указаны ключевые технологии, то есть аккумуляторы серии LXT 18 вольт, бесщеточный мотор и технология защиты от пыли и влаги. Ниже указано, что для пилы необходимо два аккумулятора по 18 вольт, то есть пила с питанием от 36 вольт. Также мы видим здесь еще одну наклеечку. Здесь указано, что шина у пилы 350 мм и артикул цепи 90PX-52. Опять же здесь указано, что аккумуляторы нужны 18 вольтовые и еще три рисунка, которые обозначают. Первая картинка обозначает электронную регулировку числа оборотов. Вторая картинка обозначает электронный тормоз быстрый. А третья картинка обозначает электронную систему стабилизации. Так выглядит обратная сторона коробки. И один очень важный момент. Раньше такой наклейки по-моему не было, не могу сказать точно. Но здесь указано, что данная цепная пила предназначена для использования только обученными специалистами по уходу за деревьями. Использование безнадлежащего обучения может привести к тяжелым травмам. В коробке у нас находится инструкция, сертификат соответствия, приложение к сертификату. И рекламный буклет, который указывает, что с аккумуляторами LXT может работать более 270 инструментов. На сегодняшний день, по-моему, уже более 320. Также пила комплектуется шиной в чехле. Вот такой чехол. И шина сама завернута в упаковку. В комплекте также идет масло для цепи. Вот в такой упаковке. 100 грамм. А также вот в таком пакете запакованном. Цепь, Орегон и ключ. Ключ выглядит вот таким образом. Стандартный ключ, как на любой бензиновой пиле. А цепь от компании Орегон 90PX052XMK сделана в Китае. На обратной стороне указана инструкция, как ее установить и как пользоваться. Также инструкция по технике безопасности. На самой цепи написано Орегон 90PX. Орегон 90PX. Ну и давайте рассмотрим саму пилу поближе. А на самой пиле продублирована информация, которая указана на упаковке. То есть предостережение, что данная пила может использоваться только обученными специалистами на всех языках. Что говорит о том, что инструмент довольно-таки опасный. На правой стороне сверху мы видим рисунки, которые указывают на состояние положения защиты. То есть вот в этом положении механический тормоз двигателя установлен, а вот в таком положении механический тормоз снят. Также эта информация дублируется и на самой ручке. При установленном механическом тормозе вы пилу не включите. Также с этой стороны мы видим вот такой бампер, так называемый упор, гайка, которая крепит защитный кожух, регулировка натяжения цепи, плюс-минус и уловитель цепи. Также на правой стенке мы видим логотип пакита, логотип бесщеточный мотор и логотип 36 вольт LXT аккумуляторы 2P18. На нижней части пилы мы видим отверстие для охлаждения двигателя и два разъема для подключения аккумуляторов. Дата выпуска и серийный номер. Пила выпущена в 2022 году в январе. Давайте сразу установим аккумуляторы. Так как данная пила предназначена для вальщиков и обрезщиков деревьев, для работы на высоте у пилы предусмотрен вот такой крюк. Крюк можно откинуть и подвесить его на монтажный пояс. И также он убирается, если не используется. Сверху еще сзади на ручке имеется индикатор заряда аккумуляторов. Сверху на ручке находится кнопка включения. Если нажать ее один раз, пила включится. Нажать еще раз, пила выключится. Если включенную пилу оставить на некоторое время, пила автоматически отключается. Также пилу можно включить на второй более мощный режим. Для этого нужно просто нажать и задержать кнопку питания. Включается второй индикатор. Для включения самой пилы также используется двойная защита. То есть выключатель вы не включите без нажатия на верхнюю кнопку. И также пила не включится без отключенного механического тормоза. Сработал электронный тормоз. Включим пилу на мощный режим. Под ручкой находится лейбл, на котором указана модель инструмента. 36 вольт. Скорость вращения 20 метров в секунду. Ну и повторяются те же логотипы, которые я показывал на коробке. Сделаны пиловки тая. И есть еще одна наклейка под ручкой. Это уровень шума 103 дБ. Помимо этого, сверху на корпусе находится регулятор подачи смазки цепи. Он под резиновой такой защитой. Здесь регулировочный винт. У этого винта всего три положения. То есть не надо его крутить, как будто это обычный винт с резьбой. Среднее положение, минимальное и максимальное. Не нужно переусердствовать и очень сильно его крутить. Он крутится легко. Если сильно перетянуть отверткой, можно попасть на покупку нового масляного насоса. Также на левой стороне в третий раз дублируется информация о том, в каком положении находится защита. В данный момент вы видите, защита снята. Таким образом защита установлена. То есть три места. Здесь. Здесь. И вот здесь. Ну и на левой стороне мы видим крышку бачка. Вот так она открывается. Здесь написано пуш. Нажимаем. Ручка отодвигается. И можно легко открутить. В бачок заливается масло для смазки цепи. Бачок имеет объем 200 миллилитров. А на самой защитной ручке находится наклейка с информацией о технике безопасности. То есть работать в очках, наушниках и шлеме. Не работать под дождем. Работать в защитном костюме. Получить допуск для работы на высоте. Не работать одной рукой. А держать пилу двумя руками. И не начинать пилить с конца шины. Иначе вашу пилу откинет и прямо вам в голову. Ну и давайте установим цепь. И посмотрим, что у нас под кожухом. Для того, чтобы снять кожух, всегда в первую очередь необходимо убедиться в безопасности. То есть снять аккумуляторы. Теперь с помощью ключа из комплекта откручиваем гайку, удерживающую кожух. Открутили гайку. Снимаем кожух. Гайка на кожухе установлена таким образом, что вы ее не потеряете. Она отсюда не выскочит никуда. Под кожухом мы видим звездочку и натяжитель цепи. Вот так мы крутим этот винт и натяжитель передвигается. Вот сейчас у нас механический тормоз установлен. И звезда не крутится. Если мы ослабим тормоз, звездочка крутится. Сам механический тормоз виден. Вот она вокруг пружина. Она сейчас расслаблена вокруг барабана. А таким образом она затянулась. Установим цепь. На самой пиле мы здесь внутри видим направление цепи. И на самой цепи, если посмотреть ближе, мы тоже видим стрелочку направления. То есть устанавливаем, значит, цепь точно так же, как указано по стрелке. Установили цепь на шину и прикладываем к самой пиле. Вот этим отверстием нужно попасть в натяжитель цепи. Примерно так установили. И одеваем защитный кожух. Кожух нам необходимо, чтобы сначала попал вот этим пазом за сам корпус. А потом уже гайкой. И чуть-чуть подтягиваем. Затягивать пока не нужно. Проверяем натяжение. Если натянута слабо, подтягиваем. С помощью винта. Так нормально. И так же перед тем, как начать пилить или включать ее, необходимо налить масло для цепи. Без масла работать нельзя. А вот так пила выглядит с чехлом. Эта пила предназначена для валки деревьев, а так же подходит для обрезки веток, обрезки деревьев и ухода за деревьями. Профессиональная пила с низким уровнем вибрации, низким уровнем шума, малым весом и отсутствием вредных выбросов. Имеет режим повышения крутящего момента, а так же традиционный натяжитель цепи. У этой пилы легко проверить уровень масла через большое смотровое окно. Защитный кожух цепи со встроенной гайкой предотвращает ее потерю. Тихая и экологически чистая за счет использования литий-ионного аккумулятора. Пила имеет низкие эксплуатационные расходы из-за меньшего объема технического обслуживания и отсутствия топлива. Продолжение следует...